МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на седьмом канале. Меня зовут Илья Филонов. В ближайшие 30 минут в прямом эфире говорим о самых важных новостях. Прямо сейчас коротко главные темы выпуска. В Красноярце против Беонорда. Жалуются, он убивает машины, дороги и обувь. И подписывают петицию о запрете реагента. Может ли она изменить хоть что-то? В центре города на острове Молокова неизвестные выгружают останки животных. Посмотрите, посмотрите, чтобы мы знали, кто это у нас тут. Разбрасывает мясо, колбасу. И так каждую неделю. Зачем они это делают и почему надзорные службы этого не замечают? Морозы отступили, но ненадолго. Когда они вернутся, подробный прогноз погоды на неделю. Петух свое откукарекал. На его месте у Музтеатра установили маску. О каких победах она будет напоминать красноярцам? Красноярцы подписывают петицию против Беонорда. Это сделали уже почти полторы тысячи человек. Напомню, Беонорд это реагент, которым дорожники подсыпают городские улицы. Автор письменного протеста, некий Владимир Ковригин, заметил, что в Красноярске дороги обрабатывают неправильно. По инструкции реагент нужно сыпать на ледяную корку, перед этим убрать с нее снег. А у нас работники его не сметают и вываливают вещество прямо на него. Результат виден всем. Грязная каша на дорогах. И дальше автор петиции возмущается последствиями, на которые горожане жалуются уже не первый год. Якобы химикат разъедает металл на машинах и обжигает лапы животных, которые ходят по подсыпанным местам. А обувь разваливается на глазах, жалуются красноярцы. Сыпет на дороге Бионорт. В городе грязь, машины гниют, животные болеют. И всем все равно. Краску на заднем крыле внизу разъела, подкрылки задние, только машину помыл, и она снова грязная. Бионорт зло. Непонятно, зачем сыпет, даже когда сухо. В город заезжаешь, и начинается этот ад. Мало того, что он скользкий по сравнению с сухим асфальтом. Залепляет стекла. А незамерзайка может и замерзнуть у нас. Я пешеходно стала замечать, что обувь зимняя служит всего один сезон. И неважно, за какие деньги покупаешь сапоги. Помыл машину, выехал, а тут грязь. В минус 20 на дорогах. Да еще и краска слазит с порогов. Где тот, который придумал сыпать на дороге химоту эту? Что за бред? Однако власти каждый сезон твердят, что корректируют содержание вещества в подсыпке. Так и мэр Сергей Ремин на днях рассказал, что заметил нарушение. На коммунальном мосту и на улице Шахтеров рецептуру нарушили. И это недопустимо, добавил городоначальник. Но в остальном чиновники убеждали раньше и повторяют сейчас. Бионорд прошел все госэкспертизы и получил экологические сертификаты. В стране он лучший, а отечественных аналогов у Бионорда нет. В отличие от той же соли, он экологически более безопасен. Если у солевых смесей предыдущих поколений. Класс опасности третий, то у Бионорда четвертый. То есть практически предпоследний класс опасности. Она сопоставима с таким материалом, как макулатура. Что касается повреждения машин, повреждения обуви, те же самые повреждения машин и обуви происходят при воздействии любых других регионов. Пользу или вред Бионорда для города с экспертом в студии мы обсудим завтра в дневных новостях в 11.00. И уже сейчас в нашей группе в социальной сети ВКонтакте запустили опрос, где спрашиваем вас, довольны ли вы тем, что власти посыпают городские улицы Бионордом. Отвечайте, пишите комментарии. Все это озвучим завтра в 11.00. А пока продолжаем. После морозных выходных в Красноярск пришло потепление. Правда, совсем ненадолго уже. В среду столбик термометра снова опустится ниже 10 градусов. А самым холодным днем недели станет пятница. К чему готовится красноярцам на этой неделе, расскажет Альфея Ремеева. Всего минус 5 градусов на термометре, небольшой снег и слабый ветер. Таким будет самый теплый день этой недели. Вторник. Разница самым холодным днем месяца, минувшей субботой, почти 20 градусов. Ноябрь показывает свой переменчивый характер. И уже к концу недели хочет повторить свой морозный рекорд. Холодать начнет постепенно. В ночь на среду температура опустится до минус 17 градусов, днем до минус 13. А в четверг столбик термометра придет отметку в минус 20 градусов. И солнца практически не будет. Все затянет облаками. Снега на этой неделе будет немного. Синоптики обещают лишь кратковременные осадки. Но в целом по этому показателю месяц близок к норме. За весь ноябрь выпало 16 миллиметров осадков. Это почти половина от среднего значения. И хорошая новость для любителей кататься на коньках. В 20-х числах ноября в Красноярске откроют самый большой каток в городе. На острове Татышев. Погода подходящая. Она уже совсем не осенняя. В пятницу похолодает до минус 24 градусов. А днем потеплеет всего на минус 18. В выходные станет теплее, но буквально на пару градусов. Днем температура будет держаться около минус 15. Днем перейдет отметку в минус 20 градусов. И судя по предварительным прогнозам, следующая неделя будет такой же морозной. Между тем, до начала календарной зимы еще две недели. Альфей Ремеева, Илья Сенькевич, 7 канал. Сотрудника колонии, который окунул заключенного в унитаз, отстранили от службы. Об этом нам сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Напомню, в начале ноября по социальным сетям разошлось видео с инцидентом в 17-й колонии. На кадрах мужчина в форме сначала оскорбляет осужденного и угрожает ему, а затем силой затаскивает его в туалет. Судя по их разговорам, конфликт произошел из-за требования убрать территорию. Заключенный отказался подметать двор. За это его окунули головой в унитаз. В причинах конфликта сейчас разбирается и ГУФСИН, и Следственный комитет. Частично отстранили от работы и фигурантку другого громкого дела. Чиновница мэрии Ирина Тюрина теперь не входит в состав комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Постановление подписал глава города Сергей Еревин. Напомню, Ирину Тюрину обвиняют в получении взятки в 200 тысяч рублей. Ее задержали в октябре. По версии правоохранителей, Тюрина и еще несколько сотрудников мэрии за плату несколько лет заключали контракты на продажу городского имущества по заниженным ценам. Жительница Красноярска попалась на краже спиртного. За несколько дней она вынесла из магазина 19 бутылок алкоголя стоимостью больше 13 тысяч рублей. Полицейские выяснили, у женщины есть сообщник. В другой торговой точке он помогал напарнице похитить косметику. Теперь ранее судимым красноярцам грозит до пяти лет лишения свободы. О других новостях в двух словах расскажем далее. Дома, обанкротившиеся реставрации, достраивать не будут. Решение принял Федеральный фонд защиты дольщиков. Речь идет о 10 зданиях в жилых комплексах «Фестиваль» и «Эдельвейс». Дольщикам выплатят компенсации. Ее размеры определят приглашенные фондом оценщики. Мария Красноярска объяснила, зачем вырубили деревья на остановке «Органный зал». Ответ чиновников опубликовал в соцсетях депутат горсовета. Выяснили, что снос был законным. Высокие деревья якобы загораживали исторические здания. А по задумке властей растения должны, цитата, «лишь деликатно подчеркивать и немного дополнять величественность построек», конец цитаты. В Красноярске теперь есть своя золотая маска. Ее установили на улице профсоюзов, там, где раньше стояла фигура разноцветного петуха. Престижную премию Красноярский музыкальный театр получил за лучшую работу дирижера в мюзикле «Винил». Также новый арт-объект – подарок к юбилею железнодорожного района. Щенок, за судьбой которого следил весь Красноярск, со второй попытки нашел нового хозяина. Прежние владельцы вернули собаку. Они жаловались, что щенок кусается. О замерзающем в машине питомце мы рассказывали на прошлой неделе. Владелец оставил малыша на морозе и ушел. Автомобиль вскрывали полицейские по просьбе горожан. А сейчас просим впечатлительных отойти от экранов. Вот уже три года остров Молокова покрывается черепами, костями и сырым мясом. Дело в том, что некоторые красноярцы решили прикормить крупную стаю собак, которая поселилась в окрестностях. Вроде бы и дело хорошее, да вот стая растет и уже начинает угрожать людям. Так посетители пинбольного клуба боятся играть около территории занятой стаей. Руководство общественной организации в ужасе. Пищевые отходы везут мешками. Местами горы мяса и костей превращаются в жуткое месиво. Общественники проводят уборки и пытаются объяснить, что кормить собак не стоит. Но это не помогает. Некоторые навещают собак еженедельно. Кроме того, на руководство пинбольного клуба поступили жалобы в прокуратуру за якобы жестокое обращение с животными. Горожане стоят на своем. Пинболисты хотят выжить выкинутых животных из последнего приюта. Вот такие у нас люди кормят собак рядом с территорией пинбольного клуба и на самой территории пинбольного клуба. В камеру-то посмотрите, что вы убегаете. Посмотрите, посмотрите, чтобы мы знали, кто это у нас тут. В департаменте горхозяйства пояснили, что с острова жалоб на собак не поступало. А нет заявок, нет и отлова. Если животные действительно беспокоят пинбольный клуб, его руководству стоит обратиться в мэрию. Что касается разбросанной еды, такого, безусловно, быть не должно. Если люди видят такое, это точно так же, как разбрасывать мусор любой бытовой. Люди так поступать не должны, жители города поступать не должны. Это нарушение, прежде всего, правил благоустройства. Нужно такой факт зафиксировать и обратиться в административную комиссию района. Об этом нам рассказали наши телезрители. Поэтому, если у вас есть новости или вы стали свидетелем происшествия, присылайте их нам на Вайбер или Ватсап седьмого канала. Номер телефона 8 391 29333. Пишите нам, и мы постараемся вам помочь. Как красноярские студенты готовятся к самому престижному конкурсу профессий? Расскажем через полторы минуты. В Красноярском крае высокий уровень профобразования. Об этом Александр Рус заявил сегодня в техникуме промышленного сервиса. Там УС пообщался со студентами и наставниками. В техникуме будущие мастера учатся и работают на самом современном оборудовании, в том числе и красноярского производства. Какая работа ждет таких учеников в будущем, расскажет Владислав Пирогов. Сейчас будем отрабатывать призу. 100% делаем. Алексей Стрельцов, старшекурсник техникума промышленного сервиса, готовится к конкурсу WorldSkills. Конкурс престижный. Студент часами проводит у станка. Тренируется на современном оборудовании. Шутит. Лучше только у военных. Алексей освоил его за год. Говорит, по сравнению с советским универсальным станком, новое намного точнее и удобнее. Сначала создается программа. Потом эта программа заносится в панель станок и собирается инструмент. Затем этот инструмент замеряется и запускается программа. Оператор только следит за правильностью выполнения программы. Оборудование, на котором работают студенты, заинтересовало главу региона. Оказалось, 3D-принтеры в техникуме красноярского производства. На них могут работать даже школьники. Так 11-летняя девочка изготовила копию часовни Пороскевы Пятницы. Сувенир вместе со свеженапечатанным гербом края передали главе региона. Большое время приедут. Благодаря технике и педагогам красноярцы выигрывают престижные конкурсы. На 45-м мировом чемпионате WorldSkills Россия заняла второе место из 63-х. Большой вклад внесли красноярские студенты. Кроме того, на национальном этапе молодые профессионалы. Команда из края третий год подряд занимает восьмое место. А некоторые студенты завоевывают золото. Лучших сегодня наградил Александр Ус. Однако победов WorldSkills не просто медаль, грамота и похвала. Это практически гарантия трудоустройства. Например, Анна Грицко получила награду за первое место в личном зачете чемпионата. А с ним и приглашение на работу в компанию мечты. Я работаю лаборантом химического анализа на нефтепрерабатывающем заводе. И они вас позвали после... Да. Победителей этого конкурса признают во всем мире. В Красноярске стандарты движения WorldSkills – часть образовательной программы. По мнению УСА, такие специалисты не будут сидеть без работы. Их задействуют в крупных региональных инвестпроектах. У нас долгое время все было наоборот. Учили на каких-то древних станках, которые фактически не могли затем использоваться как базы для реальной жизни. И теперь на самом деле наше учебное заведение переходит к тому, что их выпускники несут самое современное на производство. В первую очередь такие кадры обеспечивают рост краевой экономики, считают в правительстве. Кроме того, растет и кадровый резерв. Ведь учиться на передовом оборудовании может студент любого техникума или колледжа края. Владислав Пирогов, Сергей Раков, 7 канал. А теперь к новостям. Спортивным свой первый матч в Европейском кубке вызова провел регбийный клуб Ненесея СТМ. Их соперниками стали англичане Вустер Вориорс. А игра прошла в Краснодаре на стадионе Кубань. Первую половину тайма красноярцы чувствовали себя уверенно, однако потом начали допускать заметные ошибки. Явно уступая сибирикам в физподготовке, Вустер сумели воспользоваться всеми предоставленными возможностями для контратаки. Первый тайм закончился со счетом 31-0 в пользу гостей. С началом второго тайма СТМ явно разозлились и смогли реализовать две попытки. Однако англичане не дали возможности сильно сократить счет. Итог матча – крупное поражение сибиряков 14-57 в пользу Вустера. У тяжелой машины еще есть серьезный шанс показать себя в кубке. Впереди у них неделя подготовки к игре с Newport Dragons, которая пройдет уже 22 ноября также на стадионе Кубань. По горячимся дам, как говорится, но было допущено много брака. Они дорожили своим мячом, они просто пользовались этими, контракт атаковали, они это умеют и просто наказывали за наши ошибки детские. Как бы можно, ну, после такого проигрыша, что можно сказать, чисто наш проигрыш, к сожалению. Погодные условия были хорошие, Полянов было хорошее, все способствовало хорошему регги. Ну, достаточно сильная команда, я думаю, и многие моменты, я думаю, они готовились, перекрыли некоторые атаки нам, и их нехороший пресс, и выход на линию, и толком не дало нам преимущество, которое у нас обычно оно есть. И я считаю, что они сотруднили, у них это получилось. Учить продвижение у красноярских бизнесменов и инстаграмщиков приедет менеджер из лейбла Blackstar. Когда и где послушать столичных экспертов, расскажем через минуту, не переключайтесь. Стань успешным и богатым. А как это сделать, расскажет гендиректор музыкального лейбла Blackstar, один из лучших экспертов в инстаграм-продвижении, из десяток первоклассных специалистов со всей страны. На следующей неделе в Красноярске пройдет форум «Мой бизнес. Лучшие предприниматели России». На собственном примере покажут, как сделать, чтобы ваш бизнес работал. Чего еще ждать и почему посетить мероприятие будет полезно всем в сюжете Дениса Козлова. Продюсер и гендиректор одного из самых известных российских лейблов. Инди Гагохи, гуру в продвижении и мастер СММ. И один из лучших тайм-менеджеров страны Глеб Архангельский. И это не полный список. Всего 16 самых известных бизнес-спикеров и коучей страны. Все они приедут в Красноярск, чтобы учить, консультировать и развивать наших предпринимателей. Можно будет получить профессиональные знания, поделиться опытом, узнать, как лучше развивать свой собственный бизнес. Будут выступать известные маркетологи, будут специалисты в области СММ-продвижения. Это очень успешные технологии, которые позволяют с минимальными затратами развить бизнес и обороты в разы. Но это только часть программы. По задумке форум соберет больше полутора тысяч человек. Среди них, конечно, действующие бизнесмены. Выступать участники будут в режиме нон-стоп. Они расскажут, как строили свое дело. Тут же те, у кого оно только в планах, смогут получить консультацию. Уже сегодня предприниматели в крае могут получить целый комплекс мер государственной поддержки. Дается консультация, как открыть свое дело, как зарегистрироваться в налоговый, каким образом подвести налоговый учет. Есть центр развития экспорта. Там тоже соответственные меры. Бизнес-миссиями коллеги выезжают и показывают продукцию наших красноярских предпринимателей в различных странах, которые возможны для экспортирования продукции. Ну и, соответственно, таким образом продвигают эту продукцию. Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На его реализацию федеральные и региональные власти выделили чуть меньше 400 миллиардов рублей. Главная задача – увеличить число предпринимателей в стране с 19 до 25 миллионов человек. Тогда треть ВВП в стране производить будут бизнесмены. А для удобства предпринимателей уже в декабре на базе Краевого агентства развития бизнеса откроется центр «Мой бизнес». Была взята за основу принцип работы многофункционального центра, коммерческих банков, где выделяются зоны фронт-офиса, бэк-офиса, где будут окна, в которых будут размещаться специалисты, которые будут оказывать первичную консультацию, некую навигацию по мерам государственной поддержки и государственных муниципальных услуг. Такие бизнес-форумы уже прошли в нескольких городах страны. Всего их будет 25. В нашем городе он пройдет 25 ноября в Гранд-Холл Сибирь с 10 до 18 часов. Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться на сайте мойбизнес.рф. Вход на все площадки свободный. Денис Козлов, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Вот это вы. Потому что у них качественные вещи. Классный у вас пуховик. Где брали? В Пальто-центре. Пальто-центр. Встречай зиму с нами. И теперь информация о погоде. Во вторник, 19 ноября, в Красноярске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 9, днем 3 градуса ниже нуля. А к этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши вайбер и ватсап. Номер телефона прежний 8-391-2900-333. Следите за нами в наших социальных сетях, участвуйте в наших опросах и высказывайте мнения в нашей социальной сети ВКонтакте. А к этому часу у нас все. В студии для вас работал Илья Филонов. Спасибо, что эти 30 минут вы были с нами. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!